Субтитры сделал DimaTorzok 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 Киностудии Аркадий Дядька и мамка спит Этот дядька обещал Твоей мамке материал Он обманет мать твою Баю-баюшки-баю И говорила спи-ирка, спи-ребенка Маруся была главным человеком в доме Вот, и когда я Когда я была маленькая Тетема была Заучим в школе Я училась И когда я была маленькая Я была в музее Пушкина В кружке Детском музее Пушкина Я помню, я пришла туда Я посмотрела на все Я обалдела совершенно Я потом была В кружке Такой Саша Аронов Был такой поэт, наш школьный учитель Он вел литературный кружок Мы были в этом литературном кружке Потом, где я еще была Мама была врачом Большого театра Меня водили на оперу Я засыпала Ко мне приставались С нездешней силой Все, все совершенно Потом, где я еще была Я была в кружке Глотцера Был такой, который звали Глотцеровский Хеддер И он нас водил К Чуковскому На дачу То есть это был Центр Москвы Дом был фантастический В котором мы жили У нас был Дом 17 века Где когда-то производили Всякие поэты Были в 17 веке У нас была комната Потолок 6,5 метров Вот и была антресоль На которой мой папа Как раз написал Диссертацию И была квартира Коммунальная квартира Восемь соседей Коммунальная квартира Четыре комнаты направо Четыре комнаты налево Ну в общем Там была одна соседка Нюрка Она была уборщицей В КГВ Папа Муж ее был народный депутат Когда у Винокуровых Муж вернулся из армии Он принес ей комбинации И вот она пошла в театр В этих комбинациях Это считалось Потом То есть это была Какая-то такая Коммунальная квартира Потом Когда Миша там поселился Это было Все соседи просто обалдели От всего этого Когда к нам приходили люди Дома не варили Ничего не варили У нас были такие три кастрюли на ручке И я ходила по окрестным ресторанам И приносила еду И мечтала все время о картошке Еврейство У нас единственное слово Которое я считала Что это еврейство Это было Икснострас Это по-латыни из наших Совершенно Понимаешь Не было каких-то Ну мужиков в доме не было Все Все Но отношения Не было никаких специальных праздников Ничего Но приходили люди И знаешь Главное что в доме было Это все-таки литература Это были чтения Это литература Папа Мой Собирал Он был вообще Поэтом Когда Потом он стал геологом И все И то что Мои первые впечатления Это конечно Книги Стихи То есть я Для меня это было Безумно важно И все От папы остались Футуристические книги Книги Пастернака Мама Она совершенно из другой Среды И все такое Она для нее Я рисовала маленькое на этих Теперь Драгоценных книгах И все Так что все-таки Как девочка Я Рожала в ситуации Культуры И литературы Потому что Весь этот дом Все эти женщины Они покупали книги Они ходили в театре И меня воспитывали В общем В этой ситуации То есть для меня Это было самое важное Когда я была маленькая Я ходила на скверик И там была французская группа Гувернантка там была Как их называли Бывшие францужники Там был Михаков Вертинский Все такие Вот этот самый Чуть что Они бросались на пол И били ногами Нет Мне это Мне это Не нравится Вертинский пел у нас В школе И когда Он значит Он И когда он Так руками двигал И когда он пел Он подарил Ковер Учительский А наша пионер-вожатая Говорила Почему не в пионерской комнате В пионерской комнате Ну вот И когда Сталин умер Это была ситуация Значит мы пришли в школу У нас был директор школы Она говорила Ребяты Умер наш великий Вождь Иосиф Миссарионович Сталин Ребяты Поплакиваемся Говорит Ребяты Три дня не учимся Все закричали Ура И отправились Отправились домой А что еще очень интересно Как я начала курить Я начала курить В 15 лет У Милки В комнаты Все теменные Собирались всякие И в Тушенке Всякие там А худжавые Все такое Я маленькая Меня не пускают И я значит Они же все курили Тогда все курили Совершенно И я значит Стучала в эту комнату И просила сигареты Тетя Эмма позвала Позвала меня И говорит Ирочка Ты куришь Это очень нехорошо Но курить надо Свои Возьми деньги И пойди купи сигарету Вот так вот Вот так вот Меня воспитывали У Миром была Моя тетя Милка Она была Женой Она была дочкой Поэта Луговского Луговского Я влюблялась По очереди В каждого ее мужа А мужей там Там было Много Был такой Виходка Кинорежиссер Был Художник И все такое Когда на 8 марта Должны были дарить подарок То, что Милка хотела Давали мне Потому что я обязательно Требовала Чтобы Все Потом уже Когда старше Мы уже стали Очень близки С Милкой Она была Главным редактором Высших сценарных курсов И все, что происходило Она очень-очень много сделала Вот фильм о Лунгеной Это Она была Милкина соседка И Дортман И вышла книга Посвященная Милке Но там Милка пишет В основном о Луговском Луговской Поэты Все Все такое А ведь она выросла Не Луговской Приходил раз Вообще В полгода И когда уже Милка Стала красивой Женщиной Они ее Значит приняли Ну уже больше Она выросла В семье Свободных Еврейских Женщин Так что Это была Главная Главная Милка У меня в этой жизни У нас у всех Ассоциации Литературные И я собиралась Каким-то образом Быть Заниматься Заниматься Литературой И когда я поступала Я поступала В педагогический институт На Между прочим Я училась На заочном отделении Вот Я учила Русский язык Литературу И историю Вот А в школе Ну что я могу сказать Я вообще Школа-то особенная И все У меня была Замечательная история Когда я была Уже с Мишей Я пошла Шестнадцатилетие Семнадцать Я пошла К Мишиному приятелю Киму Мишкову Детскому писателю Я вхожу туда Стучу Открывает дверь Какой-то человек Я говорю Я жена Миши Гробмана Где они Они говорят С кем в гараже Я говорю У вас знакомое лицо Он говорит Да я твой учитель истории Так что в школу Я практически Мало Совершенно ходила Хотя Понимаешь Хотя там были Очень интересные Ну люди Были Были друзья Было много Например У нас была там Соседка Это самая Бонар Жена Сахарова И все такое И мы ходили И меня все Пытались воспитывать Ты знаешь Что-то такое Например Жена Луговского Я еще была Совсем маленькая Она какая-то там Баронесса Я значит В доме Лаврушинском На Лаврушинском Переулке Значит Посадили меня За стол Я маленькая Она говорит Вилку нужно брать Я взяла И начала бросать Всю еду По столу Потом Жена Верстинского Замечательная Красивая женщина Тоже мне Объяснила Что-то во мне Было такое Что мне все хотели Что-то внушить Про себя Это очень интересно Я была маленькая Такая девочка В общем Литературная И все такое Ну что-то было такое Что мне Все хотели Объяснить Как нужно жить Впервые я увидела Мишу Когда Лена Минкина С которой мы были вместе В кружке Глотцера Когда она Взяла Какие-то вещи Передала мне И я пошла К Ленке Рыжей И Миша зашел За этим Напился И лежал На диване Вот тогда Первый раз Я увидела Мишу Ну а потом Когда Ленка От него ушла Я пошла Пошла его Как бы Спасать и утешать И утешила себя Ну и это было Очень интересно Это был Первый круг Самых интересных Людей Это был Холин Это был Савгир Это был Сева Некрасов Это были совершенно Новые поэты Это был Баблеев Которые приезжали Вот здесь вот Лежат тетрадки Вот здесь Лежат тетрадки У Миши Были такие Тетрадки Это тетради Автографов Когда люди Приезжали И писали Свои Автографы И тут Есть Например Овсей Дрис Который Поэт Овсей Дрис Который Написал Здесь На Идыши Что-то такое Стол И Назад И отлично Овсей Дрис Тут Вот Это рисунок Кабакова Это Андриенков Рисует Кабакова Стихи Бачурина Лавров Рогинский Турецкий То есть Рабин Все То есть Совершенно Немыслимый такой Документ Эпохи Валька Воробьев Эдик Штендберг Был здесь В текстильщиках Стихи Смирнова То есть Совершенно Яковлев Такое Уникальное Свидетельство Времени Совершенно И вот таких 18 страдей Знаешь, мы приехали В Израиль Я о них забыла И вдруг я их Обнаружила И все Кроме того, Миша писал Дневники И вот эти дневники Знаешь, люди пишут воспоминания Аберрации памяти Люди Выставляют себя Вперед Миша на дневнике Это ежедневное Свидетельство Жизни Проходящего Потом В Москве Значит Появились Значит Нельзя говорить Значит Это неправильно Появились Иностранные Корреспонденты Все У нас был такой Аронин Франк Иностранный Корреспондент Канадского Канадского Радио Он приезжал К нам Каждый день Потом Он написал Что-то Его и выгнали Из России И вот мы У него Собирались И тогда Приходил Канадский Посол В Евразию Вот мы Общались С иностранцами Что было Потом у нас Был такой Специалист По По Достоевскому По Рембранту К нам приходили Литературные Приносили Книги Набокова Они Приносили И все эти Заграничные Первые издания И мы Это читали То есть Это уже была Жизнь Всеобщая Поль Белкнап Специалист По Достоевскому Которые Приносили Мишку Вызвали В КГБ И сказали Вы общаетесь С иностранцами Вы Можете нам Рассказывать Что они говорят Мишка Этого бедного КГБшника Два часа ему Объяснял Что надо делать Тот еле от него Отделался Совершенно То есть это была Свободная Новая жизнь Потом Был Володя Яковлева Замечательный Художник Потом Круг Рабина Леонозовский Круг Евгений Леонидович Крепивницкий И Миша Начал Собирать Архив У нас Есть Совершенно Уникальный Архив Все документы Все Первые каталоги Выставок Все Письма И все Потом у нас Появились Чечи Инжи Холупецкие Все И в Чехословакии Начали делать Первые Выставки Русских Художников В Холупецкие Инжи Падерта И Миша Начал писать Для Чешских Журналов В статьях О художниках Это такая была Разнообразная Жизнь Уже вышедшая За пределы Пушкин На Пушкинскую Я ходила Тоже Ну, знаешь Мы пришли туда И нас согнали К другому Памятнику Пушкина Знаешь Как бы Милиционеры На самом деле Не лезли Тогда еще Советская власть Еще не понимала Что это такое Но Диссиденты Они же Вышли Из кругов Из мастерских Художников Совершенно У нас, например Был такой Друг Володя Гершуни Володя Гершуни Володя Гершуни Сидел в лагере И он сидел Солженицыным И Солженицын Солженицын Как раз о нем О нем пишет И он писал И он писал Палиндромы И писал 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 Такие Ну, не стихи Все Весь зоопарк смешил Да колик Борец за правду Смелый Пролик Сказавший прямо Что неправ Его глотающий Удар И Володя был Совершенно Свободный Человек Который вышел из тюрьмы И продолжал И они делали Хронику Текущих событий А у нас Были очень много Иностранцев Когда приезжали Все И мы передавали Хронику Текущих событий Которая у нас Лежала в холодильнике В морозильнике Между прочим И мы передавали Эту хронику И Али Гинсбург Был Был наш Приятел И мы Ходили К Алику Гинсбургу Тоже на все На все эти сборища И все И много Во многом Участвовали Понимаешь Потом был такой Игорь Цирлин Он был преподавателем В институте У него Были Первые Выставки Новых художников Совершенно И Миша был Его близкий друг И потом Его выгнали Отовсюду И все Ну не говоря о том Что там Боннер Мой братец С Сахаром Общался И Сахаров Посылал Женьку В Ленинград Собирать Ходить по Всяким там Диссидентам А вот за Женьку Ходили и арестовывали Ну вообще Все это было Знаешь это начало Диссидентское Даже и нет Это был новый опыт Когда не советская власть Не знала Что с этим делать Не сами Сами люди Мишка Было какое-то Собрание Были такие Собрания свободы Уже Новые Где были студенты Все И Мишка вышел На сцену И прочел Бывают хуже Времена Но не было Подлей Его забрали Его Стащили со сцены И собрали В отделении Милиции Моя мама Была Врачом В Ведь В советских Учреждениях Были детские Врачи Она была Врачом Библиотеки Иностранной Литературы И она меня туда Привела И меня взяли На работу В химическую Информацию Это был Это был Журнал такой Библиотечный Журнал И я была там Редактором Этого журнала И там я научилась Очень много Верстки И все такое У нас там были Редакторы И все Очень смешно У нас Евгения Давыдовна Была начальником Нашего отдела А была Оксана Старосельская Которая Замечательная Оксана Старосельская Которая была Подругой Рудомино Директором Библиотеки И я поговорила С Евгением Давыдовной И сказала А Евгения Давыдовна Сидела на славках Я говорю Евгения Давыдовна Нафиг вам быть Начальником Давайте возьмем Оксану И мы сделали Так Нам полагался Один библиотечный день А в результате Мы ходили Два раза В неделю На работу Вот Там были Очень много Очень интересно Там работали Люди Которые были Шпионами В Германии И когда они Собирались И все такое Эта библиотека Была совершенно Особым местом Там перепечатывали Сам издат Там Такое Свободное было Место Там был Фонд Книг Совершенно уникальных И все Это было хорошее место Работы Хорошее Интересное У нас был такой дом Где приезжали Все Очень многие приезжали Смотреть Работы И все Потом Миша менялся Работами С художниками И все И мне кажется Багрич Бахчинян Привез к нам Молодого мальчика Совершенно Эдика Лимонова И Эдик Показал Мишке Свои стихи И именно Мишке Это понравилось Мишка Мишка оценил Сразу Стихи Эдика Ну Он говорил Что Эдик Не знал Обериутов Но это не было так Конечно Это было Под большим влиянием Обериутов И Мишка Мишка В Египте Он занимался И мы Дали документы Чтобы нам Прислали вызов Из Израиля Для Слушай Замечательное общество Замечательные люди В Москве То есть в Москве Мне Если я уехала Только по одной Причине Я не хотела Чтоб Яшка шел Советскую школу Это была причина А для Миши С его еврейством С его отношением Для него Это Главное конечно Была поездка в Израиль И то что Мы И Вот это была такая Идея И знаешь А так как у Мишки Были выставки За границей Он Не нужен был А Мишка Поехал С этим самым Я поехала С Яшкой На юг Его вызвали В Абир И сказали Уезжай Им просто Он был не нужен И такие Меня Значит Позвала Домино К себе И она сказала Пускай приходите С ребенком Яшке уже 4 года Мы значит Приходим К Рудумино Она говорит Ты что ты делаешь Ты предаешь Своё государство Куда вы едете Как вообще И все такое Кто такой Потом говорит Ирка А чего вы собрались Куда вы поедете Давай Я себе напишу Все что нужно Для мальчика Это хорошо Говорит Вот так я уезжала Из библиотеки То есть Они ко мне приезжали То есть Для них был Мой отъезд Ну как бы Они меня во всем поддерживали Вся библиотека У нас был друг Пьер Троттье Пьер Троттье Был министр Канадского посольства Потом он работал Он был поэт тоже Канадский Канадский И он потом работал С Трюдо А у нас в доме была Полная Полная разруха То есть Надо было Собираться И Пьер говорит Давай в моем доме Устроим твой Прощальный вечер Канадское посольство Люди уезжают в Израиль И в канадском посольстве Прощальный вечер Костаки нам говорил Вы Говорит Вы на западе Никому не нужны Пока вы русские Здесь Вам будут делать Выставку Нечего Говорит вам Туда ехать Пришел И говорит Канадский посол Канадский засол Танька Снегирева Пришла Говорит Генке айги Ты в моем доме Весь дом пьяный разрушил Пойди переверни Этот столик Генке айги идет То есть Это был вечер Совершенно потрясающий Где были Все поэты И все В канадском посольстве Представляешь Вечер Я же работала в издательстве И я сделала там Я сделала Много обложек книг Я сделала То есть Я пошла В типографию Я уже изучила Эту израильскую систему Систему типографии И когда мы переехали В Русалим Я работала В Круге В журнале В журнале В журнале Круг То есть я уже начала Начала работать И Первое что мы сделали Ко мне обратился Кажется Иди Шамир И я сделала Журнал Форум Это первый журнал Который я сделала А потом Миша В семьдесят восьмом году Примерно Сделал газету Левиафан Это такая уникальная Газета Вот Это было Потом это стало уже Название группы Группы Левиафан Вот А я Ну я тебе рассказывала Что я работала По типографиям Я работала В журналах И все такое И в каком-то году Это был Примерно восемьдесят девятый год Я работала В нашей стране В газете И нам Гемельфар Еще была такая Нелли Гутина Предложил Предложил сделать Газету Приложение Приложение К нашей стране И Очень смешно Я Мыла Посуду И думала Как назвать Газету А у Ахматовой Есть Вражение Бег времени И мы назвали Первую газету Бег времени Это была Первая газета Такого очень большого Формата И Я В первых Первых газетах Полгазеты мы писали Сами Вот Эта газета Привлекла К себе Уже приехал Гольштейн Уже приехал Росман Уже Штенбринг Это Это была Первая газета Нового языка Был такой Алекс Кривицкий И есть такой Алекс Кривицкий И Зеркало Это такой Был дайджест Который Витя такой Ливин Мне кажется Издавал И Потом Я не помню Как он бросил Это все Алекс Кривицкий Взял его к себе И позвал меня Делать это Зеркало И сначала Это был Тонкий журнал Где были кроссворды И все Такое И там Было уже Очень много Важных Написанных Статей А потом Мы Поняли На каком-то этапе Что мы хотим Печатать Большую прозу И Зеркало Стало Толстым Толстым Журналом Вот И там Напечатано Очень-очень Там Саша Гольштейн Собственно говоря Стал Он же был Филологом Очень-очень важным И писателем Он стал там И Росман И Винокур Это были Как бы лучшие силы И мы Очень интересно Мы перевели Зеркало на Иврит Две онтологии Зеркала на Иврит Одна В двух главных Издательствах Одна Это Кибуцамиухат А другая Амавет И О зеркале На Иврите В Арыце Главной газете Было Семь статей Одна статья Была потрясающая Есть такой Поэт Исхак Лаор Такая Фигура Такая Здешняя Скандальная Он написал Статью На целую Страницу Арыца О том Что такое Революция Всякая фигня И потом Написал Они пишут В своей Газете Всякую Фигню Когда У Алим Ваш Доде Нет колбасы А он ругал страшно Лешку Смирнова Который там пишет Про Россию Ужасно А в конце Он написал Ну с точки зрения Литературы Это идеально Это абсолютно Я его встречаю Говорю Что ты от меня хочешь вообще И после этой Публикации После К нам пришли Молодые Израильские писатели Которые Увидели Новый вид Говорения Мы устраивали Вечера Мы устраивали Вечер Володи Сорокина Пригова И все Бетлевики Это были И тот и другой Сказал Что это были Одни из лучших Вечеров Но мы позвали На вечер И Мишку Генруя Тарасова Мы позвали Это были очень интересные Так что Была такая Жизнь 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 То О чем я жалею Ну очень многие вещи Которые я не сделала Которые я не записала Не додружила С близкими людьми Совершенно Знаешь конечно Я жалею Что это Как бы Поколение уходит Понимаешь Вот например У меня не с кем Сейчас брать интервью Мне уже это не так интересно Понимаешь Понимаешь И нет Самых ближайших людей Конечно Возраст Понимаешь Это такая вещь Когда Понимаешь Сглаживается Все Это конечно Понимаешь Не то что я Хожу на море Кучу вещей делаю Но все-таки Понимаешь Ты В каждый период Живешь другой жизнью Эти Это Закрытые периоды Понимаешь Но если говорить О нашей жизни Нам Никогда Не было скучно Мы всегда У нас был Круг друзей И Общие занятия Общее понимание И Свобода У 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